Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые любители фехтования. Мы снова в Курске на первенстве России, где в предпоследний день турнира будет разыграно два комплекта наград в личном первенстве по сабле и у юношей, и у девушек. И все самое интересное сейчас прямо перед вами на ваших экранах в трансляции, организованной Федерацией фехтования России совместно с компанией ТСЦМ. И помогать вам будут Алексей Попов. И я, Денис Мельничук. Здравствуйте. Действительно, сейчас мы увидим финалы в мужской и женской сабле. В первом полуфинале у нас встречаются Анатолий Костенко и Артем Целышев. Ну а судите эту встречу, как вы уже сами, наверное, догадались, будет Андрей Быков, который был на ваших экранах. Артем Целышев тоже сейчас вы видите перед собой. И Костенко представляет один регион Новосибирск. Я вообще хотел сказать, что Новосибирск такое тотальное наступление устроил в соревнованиях у юношей их трое представителей в четверке. Потому что в следующей паре, вы тоже слышали, будут Чеплыгин и Константин Лоханов из Саратовской области. Вот он единственный, Чеплыгин Александр, он единственный, кто разбавил в сибирской такой группу в четверке. А у женщин будут две представительницы у девушек в четверке сильнейших из Новосибирска. Это Валерия Кобзева и Алина Михайлова. Ну и две москвички Евгения Подпаскова и Дарья Дрозд. Но это будет чуть позже. Да, совсем немного осталось до начала поединка. Последние какие-то моменты. Ну, наверное, стоит сказать, что сегодня вот здесь вот в Курске, можно сказать, бьется пульс мирового юниорского сабельного фехтования. Потому что три спортсмена, возглавляющие сейчас мировой юниорский рейтинг. Это Константин Лоханов, Владислав Позняков и Анатолий Костенко здесь фехтовали. Правда, это Владислав Позняков и Константин Лоханов первые два места занимающие. Они встретились между собой в четверть финала, выиграл Лоханов и выбил таким образом Владислава. Но вот, тем не менее, этот факт, наверное, стоит отметить. Кроме того, Константин Лоханов действующий чемпион мира в этой возрастной группе. Ну, и они же вместе с Анатолием Костенко, Владиславом Позняковым и Гладковым... Гладковым... Так, фамильный. Помню, Гладков... Андрей Гладков. Чуть забыл. Да, они чемпионы мира в командном периоде. Да, ну и уже начался поединок. Четыре укола безответных наносит Анатолий Костенко. Уверенно выходит в атаку. И пятый тоже остается за ним. Пока ничего, Артем Целышев не может противопоставить Костенко. Ну, на год старше Анатолии. Своего оппонента, наверное, более опытный, так как выступает уже за юниорскую сборную. Вот Артем Целышев имеет все шансы туда попасть. Он сейчас идет пятым в всероссийском рейтинге. И, несомненно, вот это вхождение в призы, да, как минимум, уже бронзу и награду он себе обеспечил. Тоже, наверное, позволит ему подняться выше в системе отбора. 1-7. Счет Костенко уверенно лидирует. И восьмой укол тоже остается за ним. Минута перерыва. Вот как раз оказалось, что у нас сменился вид оружия. Поэтому, я думаю, есть смысл озвучить правила соревнований. В сабле нет учета времени. До восьми ударов ведется поединок. Потом перерыв. И далее также до пятнадцати. Поражаемое пространство. Все, что выше пояса. Можно колоть, можно бить. И имеет значение тактическая правота. То есть, кто раньше вышел в атаку, вышел ли с руки, ногами перебежал. Все это на усмотрение судьи остается. Ну, вот, наверное, все, что стоит сказать о сабельных соревнованиях. Но, представляя участников этой пары, надо сказать, что Анатолий Костенко уже попробовал себя и в составе первой сборной России. Не просто попробовал, а даже фехтовал в командном перерывстве. Уже за нее и заслужил высокие оценки. Но, кстати, те же самые Позняков и Лоханов тоже уже выступали в составе сборной России. И тоже, в общем-то, картину не испортили. А Владислав Позняков даже в составе команды стал год назад чемпионом Европы в Тбилисии. Да, все верно. Начинается вторая половина встречи с первого удара Целшева. И второй, вот, перерыв пошел на пользу, видимо, Артему. Что-то обдумал. Ну, Артем тоже достаточно такой спортсмен, уже чье имя знают, наверное, любители фехтования, в том числе сабельного. Он был победителем первенства России среди кадетов пару лет назад в Сочи. Завоевал этот титул. Ну, а сейчас, видите, в юниорах уже медаль у него есть. Вот Костенко сейчас провалил соперника и сам выходит в атаку. Десятый удар наносит. Ну, как мне кажется, все-таки складывается здесь и опыт сказывается, и то, что один регион представляют. Оба спортсмена много раз фехтовали друг с другом, знают, как что делать. 4-11. Да, Анатолий Костенко вот сейчас вот тоже не достал. В том, что Целшев без проблем наносит 12-й удар. Да, снова тоже провалил и затем вышел в атаку. Защита, ответ. О, прекрасно. 13-14. Даже, я бы сказал, изящно, что в сабле не часто бывает такой силовой скоростной вид оружия. Очень такой красивый. Ну да, темы прекраснее, темы интереснее. Все вот эти парады, защиты. Очень ценится вот верхняя. Почти сейчас получился сик, это когда берут верхнюю защиту и дают ответ. Такой прием. 14-4 в одном ударе Костенко от финала. Вот он выходит в атаку. Зажимает на самом краю Целшева и наносит 15-й удар. 15-4. Не сказать, что в этом поединке была интрига. Костенко уверенно разобрался с оппонентом. Сейчас появятся следующие полуфиналисты. Это Александр Чеплыгин и Константин Лоханов. Александр Чеплыгин, Новосибирская область. Ну, здесь нас...